привет меня зовут светлана и вы на моем канале свет вышивки видео на котором посвящены моему любимому хобби вышивки и чтению хочу друзьям разнообразить ваше время путем подачи информации которая на мой взгляд интересно на календаре 9 октября 2022 года сегодня в программе следуя традиции сложившейся на канале первая часть видео будет посвящена вышивки итогом за прошедший период со второго октября по 9 а во второй части видео вновь состоится очередное заседание нашего светского клуба сегодня друзья мы совершим путешествие в мир знаменитых мистических явлений в компании чарльза джемисона запутавшегося во времени то что случилось феврале 1945 года не поддается объяснению словно из ниоткуда появился человек взбудораживший своим рассказом военные ведомства сша и великобритании и заявивший при этом я не знаю как это произошло а пока вернемся к первому пункту нашей программы к вышивке в предыдущем видео я друзья представила вашему вниманию старт дополнительного процесса это набор для вышивки бисером от фирмы abris art романтично названы золото в серебре на начало данного отчетного периода работа выглядела вот так мы видим начало оперения а вот так павлуша выглядит сейчас да да павлуша ты красавчик как видите перьевое облачение нашего героя значительно приросло и похорошела сейчас я приближу это оперение к вам друзья чтобы вы могли созерцать данную красоту постараюсь в разных ракурсах ранее есть этого на сложности в работе над этой картиной они заключались друзья напомню в основе для вышивки вот он холсте это довольно плотный материал трудно пробиваемый иголочкой тем более что иглы для бисера крайне хрупкие лунки игла с легкостью входило ушком мой палец нежели в холст но слегка поднаторе в этом деле я все же приловчилась вышивать не ой не травмируя пальцы то фокусирует то нет вышивать бисером мне понравилось хвосту павлуши все шикарнее и шикар не и вот посмотрите какое прекрасное чудное у него оперение бисер мерцает и завораживающе поблескивает какая красота друзья глаз не отвести вышиваю я свернув основу в рулончик вот как вы видите у меня нет приспособлений никаких для вышивки бисером спецстанки рамы энергонайзеры я только пробую данный вид вышивки и знаете он меня заинтересовал да да красиво так вот рулончиком понравилось так как вводя иглу в основу я одновременно ее и вывожу то есть игла на изнанке оказывается только исключительно на момент закрепления нити шов который я применяю при вышивке называется назад иголку вот такими выкрутасами друзья вот сейчас приближу вам видите загогулинами ложится бисер красота 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 вот так немножко поодаль смотрятся перышки да сложно оторваться от работы но я помню об аннушке знаю что ее терпеливо ждут наши любимчики джузеппе с розочкой и вам друзья я знаю интересно посмотреть и ближе познакомиться с нашей новой героиней картины вот мы подошли плавно к отчету по основному процессу я вышиваю картину известного итальянского художника и евгению эдуарду зампили вот так друзья моя работа должна будет выглядеть в итоге напомню я вышиваю крестиком два сложения нити на аиде 18 каунта 200 цветов задействовано в работе 102 из них бленда как вы знаете взяла свою начало третья часть картины которая называется анна сейчас на ваших экранах появится картинка с результатом который был достигнут на начало отчетной недели а вот так друзья картина выглядит сейчас 9 октября для любителей математики озвучу результат цифрах выше то уже семьдесят пять с половиной процентов картины в крестиках это сто восемьдесят две тысячи семьсот девятнадцать за отчетный период мне удалось вышить около пяти тысяч крестиков если быть точной четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь до окончания работы осталось пятьдесят девять тысяч двести один крестик и все занавес и так на конве стало появляться окно мы видим уже его готовую створку сейчас я подтяну картиночку вот чтобы вы вспомнили где это окно находится вот в этом месте верхнем правом углу картины там сейчас я и вышиваю так вот и уже отчетливо стал просматриваться цветок герань как мне кажется и возможность через распахнутое окно заглянуть яркому солнцу которое своим теплом ласкает наших героев а своим светом заливает все пространство уютного дома наших героев а также наши персонажи теперь получают возможность любоваться пейзажем окружающим уютное гнездышко неподалеку от их дома хлебная мясная лавка почта работающая три дня в неделю а есть еще магазинчик торгующий разными дамскими принадлежностями в виде белья колготок ниток и так далее две церкви одна в центре другая кладбищенская возле храма находится источник с питьевой водой а на службах люди не только молятся но и узнают государственные и местные новости на площади по пятницам с 6 утра собирается рынок со свежими овощами и фруктами привозной свежей рыбой из живности по соседству обитает смешной пес наведывающийся к ним в гости за своей вкусняшкой роскошный черный котяра который с независимым видом или бродит вниз вверх по лестнице прилегающей к их дому или в жару возлежит в тени черешневых деревьев петух с гаремом кур начинающий орать в 4 утра когда грядет день солнечный и безмятежно спит в дождь летом здесь рай воздух напитан ароматом пряной свежескошенной травы зимой здесь холодная пустыня деревушка расположена на высоте 600 метров над уровнем моря и эта разница существенно отражается на погоде зимой здесь дует сильный ветер и наметает сугробы так говорят наши герои дождливую погоду тоска смертная все живое прячется потому что из дома носа не высуну дождь здесь не просто льет он стоит стеной а какие грозы гремят ночами окрестности красивы здесь настоящая вольница поля леса скалы вид открывающийся с высоты хорош необыкновенно вот в таком волшебном месте друзья обитают наши герои и так достижения обозначены результаты продемонстрированы впечатлениями я с вами поделилась а теперь друзья приглашаю вас перейти ко второй части видео клуб любезно распахнул перед нами свои двери настраиваемся на нужный лад и отправляемся в мистическое прошлое Чарльз Джемисон запутавшийся во времени то что случилось в феврале 1945 года не поддается объяснению словно словно из ниоткуда появился человек взбудораживший своим рассказом военные ведомства США и Великобритании и заявивший при этом я не знаю как это произошло это событие произошло более полувека назад 11 февраля 1945 года в 2 часа 20 минут ночи к вестибюлю бостонского военного госпиталя по двой сирены подкатила машина скорой помощи из нее санитары вынесли раненого мужчину в странного вида военно-морской форме дежурной медсестре один из них отрывисто бросил этого парня зовут Чарльз Джемисон так и скажите врачам пациент был настолько плох что та лишь машинально кивнула занятой осмотром больной был в коме парализован на ногах и на спине у него имелось несколько осколочных ранений которые уже успели загноиться на вид таинственному мужчине было около сорока пяти лет медсестра вызвала бригаду реаниматологом а сама поспешила узнать хоть что-то о пациенте чья жизнь висела на волоске в изорванных карманах костюма того не было никаких документов однако санитары и машина бесследно исчезли более того через несколько дней выяснилось что ни одна из городских служб скорой помощи не направляла в госпиталь в тот день ни одного больного кроме того машины названной сестрой марки не использовались в качестве карет ни отложек ни военными ни гражданскими службами бостон полиция опросила всех водителей санитаров подобных автомобилей а также показала их фотографии медсестре девушка не опознала ни одного из них дело в том что такой поспешный отъезд больше напоминавший бегство показался медсестре странным и она позвонила в полицию правда полицейские приехали только на утро к этому времени Джеймисон уже был успешно прооперирован но сознание к нему не возвращалось прибывшие детективы внимательно осмотрели одежду и тело пострадавшего кители брюки хоть и были несомненно форменной одеждой моряка оказались не американского производства морские татуировки украшавшие руки тоже Джеймисона также не смогли пролить свет на место службы Чарльза на обоих предплечь предплечье красовались одинаковые и очень искусно выполнены скрещенные американские британские флаги на фоне соединенных сердец лечение лечением но выяснить личность едва живого человека было необходимо расследование стояло на месте и полиция запросила помощи у ФБР прибывшие агенты сняли отпечатки пальцев пациента и послали заброс в МВФ США а также в торговый флот ответ пришел неожиданный морские службы единодушно отрицали причастность Джеймисона к их ведомствам тем временем таинственный больной медленно пошел на поправку вышел из комы его отпустил немного паралич раны хорошо заживали однако моряк молчал и это молчание очень волновало врачей вот уже полгода он сидел в своей качалке и безмолвно глядел в окно 15 июля завершилось полицейское расследование дела Джеймисона оно было закрыто в связи с невозможностью установления его подлинной личности исходя из форменной одежды и татуировки на плечах был сделан единственный вывод Джеймисон являлся моряком еще два года пациент молча сидел в инвалидной коляске около окна неподвижно созерцая городской пейзаж но вдруг августовским утром чарльз обратил внимание на медсестру которая проветривала палату и счастливо улыбнувшись с отчетливым британским акцентом произнес я не знаю как это случилось я просто не знаю к таинственному пациенту тут же был приглашен сам начальник госпиталя доктор оливер уильямс не зная как долго больной сможет разговаривать доктор незамедлительно начал беседу в ходе которой Джемисон стал рассказывать о невероятных вещах вроде бы совершенно недоступных человеку его положение и образование так он очень подробно поведал о премьер-министре великобритании бенджамин дизраэли 1804 1881 год как будто лично знал его затем стал вспоминать о походах наполеона особенно детально описывая сражение 1805 года под аустерлицем доктор уильямс немедленно связался с главой британской информационной службы сэром Элтоном Баркером и пригласил его к феноменальному больному тот прибыл немедленно и поговорил с Джемисоном о крупных победах британского флота вытащил из портфеля ворох рисунков и вручил их пациенту тот начал просматривать их через некоторое время он бросил на кровать один из рисунков и сообщил потрясенному баркеру что морские шевроны на нем нарисованы неправильно пациент оказался прав сэр Элтон специально изменил рисунок морских шевронов времен первой мировой войны кипа фотографии английских военно-морских бас и кораблей Джемисона поначалу и вовсе не заинтересовала пока он не наткнулся на изображение королевского морского склада боеприпасов я здесь был воскликнул он это в лунда десер морской склад но удивительный пациент не мог видеть это здание в изображенном на фото виде снимок был сделан 60 лет назад а Джемисон признался что ему всего 49 но случайность пришлось отбросить когда Чарльз вдруг начал убедительно и с подробностями говорить о морской артиллерийской школе в госпорте существовавшей в 1850 году он написал помещение школы учебные пособия слова моряка позднее полностью подтвердились когда Баркер изучил соответствующие документы затем Баркер вручил Джемисону каталог боевых кораблей 1900 года издания найдя снимок линкора Белерафон моряк заплакал и воскликнул я плавал на борту знаменитого корабля я попал в его команду когда Белерафон только сошел со стапеля мы взяли боевой курс на Ютландию выяснилось что Джемисон участвовал в роковом для Великобритании сражении у Ютландии он был в секретной миссии конвоя на эту тему пациент особо не распространялся было видно что он как и другие моряки британского флота стремился забыть о позоре настигшем их 31 мая 1916 года об берегу Ютландии он кратко рассказал о ходе боя но наотрез отказался говорить о британских потерях если какие-то наши корабли затонули я этого не видел по ходу разговора выяснилось что Джемисон не знает что первая мировая война закончилась в 1918 году и что началась и закончилась также вторая мировая дальше стало еще интересней запутанней при попытке выяснить что означают татуировки на предплечьях у моряка оказалось что тот служил на знаменитом парусном трехмачтовом клейпере Кати Сарк все моряки этого корабля имели этот знак который символизировал военную дружбу США и Великобритании разбирательство Баркера позволило навести самые тщательные справки о Кате Сарк который был спущен на воду в 1869 году в Шотландии и вместе с другими парусниками занимался перевозкой чая но даже самый быстрый клипер не мог соперничать с пароходами и поэтому уже в 1872 году Кати Сарк был перенацелен на перевозки английской шерсти затем судно купила одна фирма в Лиссабоне пока ФБР и глава британской информационной службы тщетно разбирались в прошлом пациента в британское консульство в США обратился американский морской офицер который ранее служил на транспорте легенд его внимание привлекла заметка в газете о таинственном моряке из бостонского госпиталя и он предложил дипломатам проверить судовые документы своего корабля утверждая что помнит моряка по фамилии Джеймисон происходило все это в 1945 году эксперты из американской службы иммиграции подняли соответствующие документы и обнаружили в них странную запись там говорилось что Чарльз Вильямс Джеймисон был подобран на борт транспортного ленджин 24 января 1945 года в Атлантическом океане транспорт шел из Саутгемптона в Бостон куда и прибыл 9 февраля 1945 года в документах обнаружилась странность все записи были отпечатаны на машинке а данные касающиеся Джеймисона написаны от руки чернилами по этому поводу расспросили бывшего капитана Леджина он тоже удивился но ничего не смог поясни это было против всех правил писать от руки капитан был убежден что запись сделали позже к тому же заметил капитан непостижимо как Джеймисон умудрился продержаться так долго в холодной январской воде Атлантики причем поблизости не было ни судов ни их обломков на этом мистические прыжки во времени не закончились официальная запись гласила что Джеймисон был военнопленным подобранным в открытом маке море автор записи однако никак не пояснял как Джеймисон попал в море и как долго он пробыл в воде пока его не подняли на корабль когда доктор Уильямс показал Джеймисон снимки ленджина тот только равнодушно скользнул по ним взглядом ничего не сказал пришедшая затем информация еще больше запутала дело доктор Уильямс запросил историю Кати Сарк в регистре Ллойда среди документов оказался рапорт о том что 10 июля 1941 года немецкая подводная лодка Ю-24 заметила трехмачтовое судно с надписью Кати Сарк и приказала ему лечь в дрейф Вместо ответа Клиппер дал по лодке залп из восьми бортовых орудий через минуту торпеда выпущенная фашистской субмариной отправила парусник на дно экипаж подлодки вытащил одного матроса барахтавшегося среди обломков набор им оказался моряк Чарльз Джеймисон которого привезли в порт и как было указано в рапорте отправили в лагерь военнопленных в Бельгии прошло еще несколько месяцев однажды Чарльз схватил блокнот и быстро написал слово ХИНЕМОА это было название еще одного корабля на котором он служил Джеймисон вдруг вспомнил что ХИНЕМО была грузовым судном увозившим нитраты из Чили в британские порты и он был на борту когда его потопила немецкая подлодка регистр Ллойда действительно хранил информацию об этом маленьком сукогрузе и здесь опять появилась нестыковка судно пережило вторую мировую войну но в 1945 году из-за сильного износа было отбуксировано в море и взорвано никто так и не смог понять были ли откровения Чарльза Джеймисона плодом воспаленного воображения или же являлись реальным жизненным опытом человека неведомым образом запутавшегося в сетях времени вплоть до 1975 года когда таинственный моряк скончался на вопрос кем же он является не смог ответить никто все вот вот так друзья вот такие путешествия во времени удалось проделать моряку пишите комментарии мне очень интересно ваше мнение ставьте лайки если вам понравилась тема я желаю всем мира здоровья и всяческого благополучия а на сегодня все пока 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 пока